я перезагрузил и не пойму еще делается с интернетом миром с миром слава боже набираю вас второй раз такое ощущение как будто сдаю экзамен темное вас изображение маленечко дайте свету вот так чтобы она на лицо падала ну ладно вот так у нас у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я не против я слушаю вас пожалуйста вопрос у меня такой могут ли люди не имеющие духа святого то есть не крещен не крещение невадимый духа святым проповедовать про христа даже ослиса может пропадать и камни возле дороги могут проповедовать и камни гортва запиют что знаю что говорит только не говори папа сектантский поэритически а старайся узнать как это место истолковать святая православная церковь понял вот у меня все вопросы у меня все время не было я так на работе вопрос какие были вроде возникает в голове вопросы начиная вечером смотреть пусть работы тут же на этот вопрос сам по себе как тысячи за ответ вы других своих этих ну тут же ответы отвечаете как бы на те вопрос которые у меня возникают я даже начинаешь вроде этот а мне это со всех сторон пишут об этом мы идем с женой разговариваем говорит такой вопрос про детей игорь вот сейчас приду включу а у меня 1300 проповедей именно с того места включил и сразу о детях начался разговор это бог делает так да скорее всего во славу боже конечно я начал переживать ну что я говорю не смогу узнать разрешите меня вы не разрешите но давайте мы сразу повторим кое-что у нас устав есть который никому не разрешается нарушать этот устав я вам скидываю по деревне у нас нельзя не пить не курить не материться не воровать не лгать вам я без этого все согласен дальше но я вам скидывал какие вопросы примерно задаются я вам скину сейчас сразу оглашенным которые вы еще раз пройдете значит крещение у нас будет 9 июля не надо приехать хотя бы ну на несколько дней дня на два раньше а если у вас есть время то и сразу не уезжать маленько побудете мы будем беседовать работать вместе так что вы сами смотрите я вам скину маршрутку вы где живете я живу в городе казани казани вы по национальности кто на туркмен туркмен ну вот и все значит мы уезжаем уже чего-то лентам кровь смешанная да да бабушка меня татарка да мы через неделю уже начинаем деревне прибиваться потому что люди будут приезжать нас даже но и будет 10 извините за 10 часа что вы уезжаете да у меня 10 как раз день рождения и так получается и так как в прошлом году пришлось лагерь закрыть не вас из-за невозможности потому что прокуратура милициями полиция все за них а они придираются ну я их называю слуги антихриста я лагерь как начальник создателя расформировала 45 лет у меня был и мы теперь приобрели несколько домиков и в домах люди приглашает в гости а устав будет тот же самый также строгий устав также работать будут купаться за ягодами ходить молиться каждый день по пятницам костер картошка то есть все то же самое но только это будет уже не в одном месте а по разным местам а в дом они как будто еще не имеют права залазить так что я это сделал сразу на другой день они 18 июля приехала полиция в 22 я в этот момент закрыл лагерь сразу же я понял бороться невозможно с кем бороться то когда роспотребнадзор 110 тысяч человек 110 это дивизия это же но это не нельзя сказать даже 110 песни до окажется так что-то там это или 12 не знаю даже но больше десяти тысяч человек надо посмотреть еще раз чтобы не сказать ну по всей стране они нужны смотреть чтобы гнилые товары не продавали чтобы не не обманывали чтобы на хорошем транспорте людей возили то есть они все должны смотреть а они это борется с детьми я не государственная структура за 45 лет это не дней мне ни одного рубля никто не не дали государства а у меня тысячи детей отдохнули да какие разве наш лагерь сравнишь с ними мы их тело лагеря называем гнойники разврата и вы своими глазами это видите сейчас даже то что мы выставляем да да периодически смотрю это я уже вечером не автоматом пусть работа снимает рукой я даже и на время не смотрю придешь порой полдевятого полдесятого вечером поужинаешь быстро хотя бы в телефоне чтобы другим не мешать ну родным своим если не могу по компьютеру то в телефоне смотрю и вот пока не заснул порой за вашими роликами но господь видит вашу ревность и у вас будет так как богу угодно я вам скину все данные наши вы смотрите я скину сразу не за один раз а скину а потом через минуту новый материал и и вопросы и маршрутка я все вам дам вам не отказано так что готовьтесь бороду никак не прикасать и чтобы не отбросила бороду вообще никогда не задевайте я хотел вот прощение просить в один раз как мы первый раз вышли с вами высказали не брелся но у меня надолго не хватило я как феврале что ли тот у меня уже и на работе и и школе там почему там и дочь уже заплакал папа ты попроешься или нет я чуть не выдержал да как же так это да это же искушение от сатаны ты смотри христос бородой прямая заповедь не трогать бороду все святые пророки апостолы они сказали кто-то сказал собака горит лает а караван идет своей дорогой это восточная мудрость нам зачем смотреть еще женщины когда бряются люди это называется блудодейная ересь об этом хорошо говорит даже у стерлигов вот посмотришь максим каскун да и все которые говорят батюшки то это католики нам на нанесли это брить и даже мусульмане это с бородами но и правда усы тут бреет а а евреи все с бородами этого бог так сотворил мужчина женщины горит это некрасиво с бородой мужчине это его красота сила власть я и на работе пытаюсь так сейчас вроде успокоились кому рассказывают крещеным я верю мне ли вам рассказывать на православным да я говорю запрещено по библии не порти край бороды своей а я вообще нету небо не крайне чего нету не надо это трогать никак даже да тут какое искушение то кому какое дело то это мое тело я бородой не никому не мешая наоборот даже наоборот это придает человеку вид степенности это язычники бреются они боятся что умрут и охота вид молодой держать там подкрашиваются а мы наоборот знаем мудрость приходит с возрастом и поэтому на иконах всегда изображает людей которые в мудрости высокого ранга уже святые смотри как серапин саровский и анкранштадтский до любого ян златоуст у нас безбородых святых нету никого более того ничего заметил не только женщина как бы отращается днебритых но те кто выпивает тоже не могут стоять прям не могут он прям себя уходит и когда попрощить не попрощить у тебя по брои нет вы не очищайте давай попробуй это не надо говорить ты сотвори молитвы перекрестись и отойди сторонку не раздражая их не надо он говорит скорее это место пройди как говорит феофан затворник но 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 базар проехал и все лошадку понужай и он начинает вот мы так друзей теряем 5 10 ну как-то общались а не надо общаться как раз через это так как преграда лишнего общения не будет ты больше вникает слово божье в святую библию больше старается моли молиться вот мы утрами молимся вы знаете что утром молимся мы я знаю вам это уже в то время у вас время то другое московской московская вы работаете таким я работаю подготовщиком шлифовщик еще говорят но я готовлю малюры красят мы готов грунту и машину кузов машины обклеиваем готовим на покраску но понятно автосервис это настройки называется подсобники я работал сварщиком три с половиной года какое-то время работал подсобником настройки было по разному у вас какая семья сколько детей у меня трое детей а какого возраста старше 17 два младших 10 второму 5 исполнилось вам трудно привести их чтобы они у нас побыли это знаете какая была бы им с удовольствием мать смотрит за бабушкой и 91 год и она прям взяла их собой как ждала когда каникулы увезла их собой забрал в субботу как это вам писал ну ответ я вас получил уже вечер когда приехал а воскресенье заступил на смену четыре дня работаю два отдыха у нас график такой а жена неверующая жена неверующая но работай над ней не строжься зря будь кроток смиренно или как она на забунтует а ты в уголок где изображение божий станет там помолись за нее помолись чтобы ее лишний раз не раздражать женщина слабое создание не на каждое слово обращаю внимание когда она верующая тогда можно спрашивать а когда неверующая благодати у нее нету и она слабая совсем никогда на нее не поднимай чтобы не говорила а что ребятишек то если бы привез а вот тут бы они действительно отдохнули это им бы заряд на всю жизнь был я не сомневаюсь ни в сколько не зону валитесь чтобы ребятишек маленький привез и все на техничного я с удовольствием я просто мать не отпустит а вы помолитесь ее как звать фатима 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 ну фая фая знаю фатима она тоже со мной она знает что мы с вами встречаемся но она слышала что я вот хотел один раз но она еще говорит что борду пустил да ты чё ты свою религию запускаешь мала читал в ухо я беру мам я в советское время я вот и вот только начала придерживаться ягода советские горты вспомниться сын ягра по мусульманским этим не жила советской школе училась закончила тут главное то что какая бы ни была религия христос не религию оставил а себя отдал жертву был такой писатель щенги зайдматов мусульманин и он написал роман плаха и главный герой был христианин и из литературной газеты это московская его спросили а почему вы как мусульманин а вывели главным героем христианина аристарха а он говорит потому что за людей умер христос но не мухаммад не магомед христос взял наши грехи он намыл нас и очистил а все остальное хоть тысячу религий придумайте она не будет этого стоить он умер за нас он дал благодать он нас создал бог и он нас воскресит наш христос нас не учит убивать не учит он учит нас любить врагов этого скажи нету скажи не мусульманстве нигде а наоборот там взрывы разное все делает а христос этого не велел делать погибает невинные дети совсем маленькие ребятишки за в поезде взрывает это еще скажи бог так велел что вы делаете то надо любить я 18 лет работал в тюрьме а я этот контингента знаю да там сидят и мусульмане и все это тут они широкие а тут там их и гнут готовы веревки вьют из них а что он сделает в камере 70 человека их трое там калом кусок намажут и в рот толкать тебе будут да я в первую очередь всегда им старался помогать потому что они в другой национальной среде как говорят в другой культуре ему в первую очередь надо помочь согласен на тихо и более того я маме объясняю я говорю вот смотри как я от вас услышал про коптов просили вся как-то в голову не приходилось просто не задумался открыл показал посмотрите но они арабы ты посмотри у них есть тоже церковь также евро иконы висят затихло ответ ответ не можно так и есть так и внух ехал то он был главный банкир царисы савской это он араб и он веровал от диакона филиппа и у них сирская эфиопская церкви они идут прямо оттуда от начала они не сектанты у них вот рукоположение сегодня того зерков это древнейшая до более того я тети своей говорю тут она тоже она то ли харизматка то ли ну короче и лететь и этот она вот все про христа это туда я говорю она говорит человек может не грешить я варда не может быть я говорю я на я те покажу я бы такого человека ну покажи покажу вас я гром его слова каждое слово он говорит все и по библии не вопреки все по библии я значит он не грешит не лжет да не может быть такого давай откроем потом мы значение открывая там где вы там где господь говорит создание церковь свою во все дни до скончания века да и врата да не одолеет и и врата да не одолеет то есть я предложу ваши слова то есть вчера сегодня и завтра она до скончания она говорит согласна ну раз ты согласны игру апостолы были церкви церкви да с апостольских времен да да привожу ваши убеждения там этот 16 век который этот мастер мьютер никто он там да иртик тут она замолкает ну все начинать я не могу я вернусь как ты не основана была шестнадцатом году то блин с первых веков согласны да ну тут она уже не знает скажи на нашу веру евангелие то и мусульмане признают у них марьям называется иисус иса то есть они признают что такие личности были только они не такие как в евангелии там что он не умирал он умер умер на кресте умер и воскрес да да но они не признают что умер но раз не признают значит прощение грехов им нету это анафема им послание галатам кто будет иное говорить анафема 1 глава 8 9 стих и поэтому нам зачем под анафему листья нам нужно идти под благословение господне брат у меня двоюродный вот ночевал буквально день-два сегодня ну он ушел и вот вечер мы смотрели ваши ролики вчера он ну-ка поставь мне его я сейчас хочу выйти хочу я выйти я говорю точно я хочу поставлю у тебя же я говорю ты сейчас я говорю вроде этот смелый такой я говорю поставлю по скайпу у тебя сразу смелый пропадет давай что ты мне это пускай он мне ответит на несколько вопросов давайте давайте его пока мы не уехали а то и четыре месяца у меня не будет доступа к скайпу а вы ему сегодня я к утру вот этот ролик поставили постараюсь поставить и вы скажите ну ты видишь скажи я разговариваю мой голос но и все тут говорит то вот вот а другое он значит мусульманской религии придерживается двоюродный брат он живет в городе неладоги и все хотят убеждать сейчас отстали от меня видать мать им сказала что он уходит вообще в другую сторону и тут и бабушка бабушка салат держит но на массе читает и с детства приучила как бы и вот он значит братишка двойерная мне говорит давай я выйду и чтобы а ты тоже присутствует я говорю давай знаешь как я бы ты выйди на гнать тихомыч а я потом посмотрю записывайте все потом все пропал а вы знаете что сами выйдете так будет приличнее для них а скажи вы будьте рядом рядом сядьте скажи а вы молчайте скажите задавайте вопросы и мы можем побеседовать он действительно один застеснялся он может быть такой парень то стеснительный счет тут спрашивают а когда первый раз выходит и так что вы его не оттолкните мы можем побеседовать я просто это ну да ставлю где вы с мусульман в боку с самирой да тут они сначала помолчали посмотрели потом все таки добавят как она жена мулы мулы вот-вот я и морю я пришел на их вещать и молился там как ланил состоял а я не сидели возле стенку не там это между богослужениями было я встал там кольца три стоят эти ваххабиты вокруг меня как они а когда поговорили все улыбаются хлопают меня радуются вот и все слово божие касается а когда мы были в этом в дагестане и вот там получилось так что как заходишь только в библиотеку я книги развозил дарил свои 38 тому и видим к стрелке написано комната для намаза но мы директора спросили он горит пожалуйста дал сигнал его отперли мы разулись зашли и мы трое были двое молились один снимал у нас стоит все это дело мы помолились за эту страну чтобы бог дал мира любовь чтобы уверовали люди чтобы души их не погибли и вышли пошли директором сфотографировались вместе мужчина директор библиотеки республиканской она кажется библиотека расула гамзатова кажется называется или что-то то есть это хорошее место и у мы где были вот если дорогой где-то бывает могут обидеть на на дорогах вот едешь до владивостока и едем мы тут пресса всю страну прошли до лиссабона и везде работают туркмены там я не знаю кто узбеки мусульмане а мы палатку расстелим военная палатка два метра на два и молиться они рядом с нами то есть недалеко мы знаем нас в обиду никто не даст мало то подойдут побеседует мы первый раз видим а когда им дадим это еще посмотрит вот мы идем когда из церкви наши сестры как одеты какие платки вы же видите какие гроза а которая тут работает с юга то они наши сестры идут мы города православные нет это наши мусульманки видите как то есть наша вот это серьезное отношение уверовать родиться свыше она касается сердец людей я сидел не где-то в жамбуле жанатасе и там заключенные православных никого нету а какие были беседы сколько людей покаялась я ночью не оборачиваюсь молюсь агур вчера 7 человек сзади на колени с вами молились один-то торчонок был счет у него с глазом было неладно один вас он пошел воровать там насторожиху ножом но не ударил ничего и но это же своровал и он лежал все смотрел на шконке на кровати то потом говорит а можно я буду вашему богу молиться и я вру можно и когда меня провезли туда до новокузнецка то а потом обратно я еду а мне говорят этот торчонок то ему грозило до семи лет а его вот условно дали три года выпустили а заключенные любят прибавлять и обо мне молву пустили я чуть ли не тюрьму открыл выпускаю на свободу чудо божье божье чудо я видел это чудо представьте это самира у нее два высших образования и она идем по городу город баку но она не может отойти на на шаг в руками сплеснет мой отец приехал ко мне мой учитель приехал ко мне там кто-то увидел это ваш горит нет это отец приехал мой духовный ребята там молодые сидят на парапете прям ноги на уровне вот так вот а она подошла а идем отец игнатий скажите им о христе вот душа какая потом мы пошли вместе из мечети в храм православный мы переписываемся наша переписка на нашем форуме я могу вам даже указать где вот ваши пускай посчитают я вам скину а там так она жмете и на наш форум переписка с мусульманкой называется с мусульманкой самира означает собеседница она такая есть она консерваторию музыкальной окончила на четырех языках по арабски пишет и все преподает она видно в университете преподавала а муж у нее на шести языках разговаривает понятно вроде высокого образования но когда мы у них беседовали то беседа записана вы видели нет ее да надо да вот вот вы видели какая была беседа не враждебная нет конечно бог-бог вел за рукой своей вас по воле божьей выйдет я беседовал в ленинграде тогда еще ленинград назывался и там мулы собрались не один не два собрания какое-то было то и мне там немного дали слова беседовали а они некоторые вернулись где-то из йемена ездили видимо в мекку медину то у них щетки такие только не динника никакие у нас 100 там а у них несколько там 30 или 40 я не знаю сколько бусинок и беседовали и один такой аксакал и говорит вот мы слушаем вас год горе нам если нас судить будет сын марии сын мариями я гром как раз и будет судить сядет на престоле если вы его не примете спасение только во христе верующие в сына божий имеет жизнь вещь они верующие не увидит жизни он не религию принес наш господь он жизнь отдал за нас и кровь гранили никакой курбам байрам не спасет человека на баранье в рай не заедешь да как они только только со христом и поэтому вы не бойтесь даже если угрожают убить там есть такая книга в интернете можете найти записать я смелилась назвать его отцом я слышу вчера да балкис балкис она была за это жена министра пакистана мусульманка было и она как обратилась и с внуком улетела в америку тайна балкис я осмелилась или как-то там назвать его отцом то есть мусульман этого нету у них как было так и есть вот показывает там конские скачки по пустыне когда у них идут он попал в трясину а этот американец пытается вытащить играть не надо раз аллах меня допустил попасть туда конь утонул и я утону у нас такой обрещенности нету мы всегда молимся из невиданной обстановке бог вызволяет человека совершенно нет невыносимое непредсказуемое это я могу на жизни своей показать каких я был при смерти многократно и вдруг поднимает господь и выводит другим путем я и дороги не знал об как получилось не знаю я объяснить не могу меня как будто кто за руку взял и повел я только шагал шел а потом смотрю огонь горит я к этому огню а там человек и оказалось что швед но маленько знает по-английски мы договорились мы в швеции сломались когда вот как бог делает до наша жизнь в руке господа мы не должны надмиваться вот жена что-то говорит и скажи скажем помирать будем все ладно ли ты говоришь фатима на суд а файя зовут мать мою а жену звать резида а вот жену то как звать резида ригида резида но вы меня напишите то я плохо слышу ригида по бокам роман потом а ара з в владимир до зази на зази ну там кучу мы как он захватывал сибирь по ермак шел и там тоже такие имена как он полюбил одну татарку ли кого мусульманку то я она потом с его головой взошла на костер так это ну так уже автору режиссеру показалось но не в этом дело значит я вам скину материал вы все будете считать запоминайте что с собой взять все это строго чтобы у вас было обдумано как вот ну и насчет ребятишек я еще раз напомню постарайтесь помолитесь вам с этими детьми жить дети это не маленькие игрушки какие-то это будущее христиане будут и вы могли бы их приготовить к окрещению у вас бы была уже дома мало маленькая домашняя церковь вот как постарайся еще больше месяца 9 июля не июня июля для да да я знаю я знаю ну так что сами смотрите я вам подсказываю потому что вы начальны когда-то при начале пути как лучше сделать старайся чтобы со всеми мирно поехать мирно и женой и с матерью бог его знает эта дорога а угроз которые вам угрожают не надо скажи это я избрал свой путь и зачем мне угрожать за меня христос умер для нас смерти нет если они с тобой что-то сделают а мусульмане убьют тебя ты мужчине их будешь ты за христа у за христа ты святой будешь нам этого бояться не надо первых христиан в первые века 475 тысяч убили полмиллиона по тем временам это была огромная цифра огромная людей-то было меньше во всей римской империи только 120 миллионов было а это до индийского океана да нет вроде никто не пытается но я говорю на всякий случай у меня было когда я обратился меня родной отец искал убить а господь все сделал по-другому умер по-христиански где-то я виноват был сам теперь же еще разберешься сказал может не так какое слово отец инвалид войны без руки был может передали не так мало ли что бывает это все позади отца уже нету так вопросов и нет больше вопросов нет но все тогда давайте сейчас отключайте и не уходите от skype я вам сразу скину я вам дал свой пароль вы его где-то запишите себе я вас кинул уже вам ну все тогда с богом с богом какие вопросы будут потом задавайте на следующей неделе можете еще раз выйти потому что из потерявки связи у меня не будет только письменно с богом с богом если копий сделайте то что я дам вы адреса себе перепишите несколько раз хорошо все с богом